Велосипеды Черно-белая полоса. В бобруски под колеса автомобиля попал подросток. Ребенку были почтены интересные повреждения. Как он себя чувствует. Пора точить коньки. Сезон массового катания открылся в Бобруискарине. Всем комфортно и удобно. Сколько стоит. А также уборочная компания, продажи энергетиков и мирный атом. Александр Лукашенко встретился с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Какая повестка. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 525 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 441 881 человек. В Беларуси планируется наладить производство китайской вакцины от коронавируса. Точное решение будет принято в ближайшее время. А пока идут переговоры о закупке миллиона доз препаратов Поднебесной. За полгода Китай направил в страну 400 тысяч упаковок сенофарма. Он оказался востребованным. Продолжается и массовая иммунизация. Более миллиона граждан получили первый укол. Полный курс прошли 855 тысяч человек. Попал под машину в Бобруйск и сбили подростка в понедельник вечером. ДТП случилось вблизи 21-го дома на Ульяновской. Вольксваген двигался в сторону Орджоникидзе. В это время 14-летний мальчик переходил дорогу по Зебре. Водитель его не заметил и сбил. В результате ДТП ребенку были почтены телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ напоминает пешеходный переход места повышенной опасности. Подъезжая к нему, водителям следует заранее снизить скорость и уступить дорогу. Внимательнее нужно быть и самим людям. Нелишним будет посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности дальнейшего движения. Вступительная кампания, помощь рядом и аграрный сезон. Активная жатва идет на полях по всей Беларуси. Сколько весит каравай? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с руководителем исследовательского центра Курчатовский институт Михаилом Ковальчуком. Президент отметил, российские специалисты занимают ведущие позиции в мире, начиная от мирного атома до самых современных разработок. Плюс соседи – главные партнеры отечественных ученых во многих проектах. Большие перспективы для совместного сотрудничества есть и в сфере использования энергетики. Активная жатва идет на полях по всей Беларуси. Каравай этого года весит уже 2 миллиона 37 тысяч тонн. В лидерах – уборочная и Брестская область. Там уже определился первый экипаж двухтысячник. Следом за ними – столичные хлеборобы. Далее – аграрии Могилевского, Гомельского, Гродненского регионов. Ненамного отстает Витебский. Также собирают урожай и других культур. В итоге намолочено 80% озимого рапса. Качество работ контролируют специалисты Минсельхозпрода. Приемная кампания выходит на финишную прямую. Сегодня в вузах начались внутренние испытания. Они предстоят тем, кто поступает в военную, а также Академии МВД, музыки, гражданской защиты МЧС. В общей сложности 50 высших учебных заведений примут в этом году без малого 55 тысяч первокурсников. Из них около половины – на бюджетную форму обучения. В Беларуси запрещено продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет. В законную силу вступило решение Совета министров. За их реализацию несовершеннолетним предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 5 до 10, а для юридических – до 30 тысяч. Около 10,5 тысяч многодетных семей Могилевского региона получат материальную помощь к новому учебному году. Это более 20 тысяч ребят, выделят почти 2 миллиона рублей. Кроме реализации госпрограммы, содействие окажут предприятия и организации, где трудоустроены родители. К слову, в Приднепровском крае проживает более 11 тысяч ячеек общества с тремя и более детьми. Больше всего в областном центре и Бобруйске. Для чего покупать, если есть чужой? В Бобруйске продолжают воровать велосипеды. Сейчас зафиксировано 15 случаев угона. Поэтому милиционеры идут в люди. Профилактика – как один из способов работы. О том, как защитить свой байк, расскажет Ольга Васенда. Татьяна Кизатова – велосипедист опытный. Больше четырех лет крутят педали. Ошибки друзей и знакомых научили. Байк нужно защищать от охотников за чужим добром. Поэтому всегда с собой противоугодный замок. Фиксирует он не только раму, но и переднее колесо, что усложняет работу ворам. Очень часто я слышу о кражах велосипедов, поэтому, конечно же, более внимательно отношусь к тому, где оставляется велосипед и как его обезопасить от таких ситуаций. Моего друга украли в подъезде велосипед, но быстро очень нашли. Слава Богу, все закончилось хорошо. О том, как сберечь байк, напоминают и милиционеры. Профилактические рейды – один из способов работы. Так, в поле зрения сотрудников Первомайского района несколько семей. Люди в форме в очередной раз рассказывают о правилах, которые помогут сохранить двуколесное имущество. Ведь велосипеды – очень популярное транспортное средство в наше время. К примеру, на семью с двумя детьми их приходится от двух до четырех. Мое имущество всегда в целости и сохранности, потому что мой ребенок еще не очень умеет на нем кататься. Поэтому пристегиваем, а так в основном дома, под присмотром меня либо отца. «Поднимаю наверх и не бросаю нигде, и пристегиваю. А у вас с этим семейный велосипед?» «Ну, у меня лично, да, у детей есть свои. На данный момент они катаются на улице. Но вообще они приучены тому, что они смотрят сами. Если старший ребенок, у меня еще 20-летний дома, поэтому, если что, он им помогает поднимать. Я за своим слежу». Кража велосипедов, к сожалению, весьма популярное преступление. По статистике, за год доходит до 300 случаев. И это только в Могилевской области. В Бобруйске за семь месяцев 2021-го зафиксировано 15 претендентов. Семь в Первомайском районе и восемь в Ленинском. «Основная масса краж велосипедов происходит в период времени с 11 часов до 22 часов. Данный вид преступления совершается в основном из подъездов домов возле торговых центров либо магазинов. Велосипеды в основном не пристегнуты». Не стоит забывать и о последствиях. Согласно части 1-й 205-й статьи Уголовного кодекса, за кражу велосипеда предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ольга Васемда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. «Все на лёд» в Бобруйске стартовал новый сезон массовых катаний. Сейчас жители города могут покататься лишь на выходных. В самом разгаре подготовка к турниру по фигурному катанию. 18.45 и 20.15. Субботнее время. Воскресенье сеансы в 19 часов и 20.30. Есть и специальный родительский час для детей от 4-х лет. «Можно будет прийти так, как к папам с детьми, с клюшками покататься, так же и мамам. По другую сторону у нас опускается сетка специальная. Поэтому всем комфортно и удобно. У кого есть от роликов что-нибудь, щиточки те же самые, на локотничке, шлем какой-нибудь, даже пойдет от роликов, перчатки обязательно одевать на руке». Билет на сеанс можно приобрести в кассах Ледового дворца. Цена вопроса 4 рубля. Если своих коньков нет, то можно взять обувь на прокат за 3,50. Катание длится 45 минут. В расписании работы Ледовой арены возможны изменения. Время лучше уточнять на сайте хоккейного клуба «Бобруйск». Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова